Привет, друзья! Меня зовут Евгений. Вы на канале Коршун из Санкт-Петербурга. Раз в месяц я прихожу в один и тот же магазин и проверяю, как меняются цены на ходовые продукты. Что я имею в виду? Масло, мука, макароны. Ну, то, что мы с вами едим каждый день. И в январе, кто не видел мой выпуск, можете посмотреть. Сейчас у нас февраль уже 2024 года. Давайте зайдем, посмотрим, что с ценами на продукты. Единственное, прежде чем мы начнем смотреть, как изменились цены, давайте посмотрим, что у нас с курсом валют. Ого-го-го, ребята! Ну, евро чуть-чуть подорожал, где-то на 1,3 рубля. А доллар, смотрите, больше, чем на 3 рубля курс вырос. Представляете? О чем это говорит? Цены на продукты могут опять пойти вверх, ребят. Это еще выборы не наступили. Ладно, не будем с вами нагнетать остановку. Заходим в магазин и начинаем наш разбор. Месяц назад эти свитера продавали по 999 рублей. Сейчас, смотрите, 719 от размера зависит. У нас скоро 23 февраля, а потом 8 марта. Цены на наборы 800 рублей. Боже мой, он как пушинка легкий. Вот, ребят, вот эти вот распродажные отделы лучше не заходить. Наберешь кучу ненужных вещей, он, честно, скорой. Все. Все. Сам себя выгнал оттуда, чтобы не потратить деньги. Начинаем наш обзор с товаров личной гиены. Поехали. Old Spice. Несмотря на то, что доллар чуть-чуть вырос, цена пока не изменилась. Также осталось 369 рублей. Паста зубная с углем. Колги. Это 189 рублей. Цена не изменилась. Все стабильно. Богатые коршуны тоже у нас в этом выпуске не плачут. Потому что цена на вот эту пасту за сумасшедшие гроши тоже не изменилась. 829 рублей. Короче, по личной гиене без изменений. То есть целый месяц цены продержались. Это хорошо. Переходим в отдел с продуктами. Но почему? Подорожало, подорожало. Показываю. Масло подсолнечное. Слобода месяц назад стоило 131 рубль. Сейчас 134,99. Зафиксировали. Давайте разбираться, ребята. Два месяца назад, в декабре, я снимал вам видео. Вот эта мука стоила 99 рублей. В прошлом выпуске, в январе, она стоила 146. Сейчас цена 123. Это дорого. В магазине лента эта мука стоит 89 рублей. Сахар подорожал. Стоил 57,99. Плюс 1 рубль за январь месяц. Моя каша, 20 минут, которую варим. Геркулес 87,49. Цена за месяц не изменилась. Отлично. Гречка подешевела. Вот эта киевская на 2 рубля. В прошлом выпуске стоила 45. Сейчас 42,99. Макароны барилла. Также и стоили 103,99. Цена не изменилась. Надо подумать, а Корсун зарабатывать много начал. Типа, хроши много. Бариллу по 103 рубля покупают. Я всегда беру макароны, когда они по акции. Серьезно. И покупаю несколько упаковок. Мне их хватает на полгода. Раньше по акции они были по 69,00, ребят. А сейчас 79,99. Это акция 80 рублей. Я окончательно запутался в прошлом выпуске. Я вам говорил, что стояла выгодная цена. И шоколадка стоила 185 рублей. Вот эти шоколадки. Сейчас ценник, смотрите, 99. И типа скидка. В общем, ну вот в два раза получается подешевели. Друзья, это очень вредно. Это пальмовое масло. Это сахар. Исключайте такие продукты из своего рациона. И будете чувствовать себя здоровее. Однозначно. Не знаю, с чем связано. В России реально пропала нутелла. Нет, нет. Единственное, что вот эти палки стоили 104 рубля. А сейчас 119. Ну, печеньки, да. Но уже сколько раз подхожу к этой палке. Нутеллы нет. Кофе мой любимый. Цена не изменилась. 2 600. Так и осталось, как и было в прошлом месяце. Вы мне в комментариях пишите. Женя, на маркетплейсах кофе дешевле. Зачем ты здесь покупаешь? Ребят, я его здесь не покупаю. Я просто вам показываю цены. Для того, чтобы понимать. Выросло, дешевле стало. Чай черный рассыпной. Цена за месяц не поменялась. В принципе, этой акции и осталось. Отдел овощи, фрукты, витаминчики. Я что, сознание не потерял. Подумаю, 370 рублей бананы. Нет, ребят, это какая-то слива. Видимо, цены перепутали. Бананы по 109 рублей. Цена не изменилась. В общем, это хорошо. Огурцы. Цена за килограмм. Это самая низкая. На данный момент 220 рублей. Огурцы подорожали. Плюс 20 рублей. Самые дешевые помидоры. Цена не изменилась. 199 рублей. Сейчас, конечно, зимой меня выручает капуста. Она подешевле. Дешевле. Салатик можно сделать. Цена 40 рублей за килограмм. Ну, в общем, ребят, качанчик у вас выйдет на рублей 150. Так, картошка подешевела. Месяц назад она стоила 25 рублей. Сейчас 18. Минус 7 рублей. Как была страшная. Так, собственно, и осталось. Яблоки подорожали. Месяц назад были по 68. Сейчас по 79. 99. Я покупал эти яблоки. Они, знаете, они вкусные. Они сладкие. Будете в окей, возьмите. Покупал я эти апельсины. Да. По 109 рублей. Апельсины нормальные, сочные, сладкие. Здравствуйте. Молодой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вкусные бананы? Знаешь, я бы за полку купил. А, выбрать можно, да? Если вы живете за границей, особенно в теплой стране, безумно будет интересно. Почитайте в комментариях, сколько стоят фрукты у вас. Бананы, апельсины. Прям пишите, пишите. Мне любопытно. Переходим к полке с молочными продуктами. Бай, 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 ребята. Подорожало на 10 рублей. По 89 было в январе. В феврале, пожалуйста. Плюс 10 рублей молоко. А питерские коровы, ребята, не подводят. Стабильная цена уже несколько месяцев. 60 рублей вот за это молочко наше. О, хитрые. Смотрите, без акции раньше цена была 116. Сейчас сделали 119.99. Получается 120, да? Но сделали акцию. Понятно, когда акция закончится, получается, сметана подорожает на 4 рубля. Ну, люблю я эту сметану, ребят. Люблю, но не покупаю по таким ценам конским. 178 рублей я беру, когда она по акции. Либо в ленте по 135. Я вам видео снимал, показывал. Творог вкуснотеева. Цена 350 рублей не изменилась. Единственное, сейчас врубили акцию. Я покупаю, когда на работе, да, вот этот творог президент 9-процентный, чтобы кальций лучше усваивался. Цена подорожала на 3 рубля с января месяца. По молочке, знаете, вот кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Незаметно-незаметно. И все. Цены растут, растут, растут. А зарплата, ребята? А зарплата, ну, хотя бы вот так. Вот на копеечку поднимали бы каждый месяц. Нет, нет, где взять деньги, чтобы покупать это все. Так, сейчас. Это сгущеночка, ребята, она такая вкусная. Ай, я бы ел и ел, ел и ел, но нельзя, ребят, здоровье дороже. Цена за месяц не поменялась. 234 рубля, так и осталось. Кто не понял, почему я ныл у полки со сгущенкой, так, ребят, от сахара отказался. Нельзя мне сладкого, нельзя. Уже полгода держусь, как могу. Эх, тяжело, тяжело. Хочу сладкого, хочу нутеллы, сгущенки, как фареллы. Вот это все есть, 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 но держусь, ребят, нельзя. Иначе все. Прищи, зубы, кожа, все, короче, разваливаться начинаю. Месяц назад вот эта упаковка, точь-точь, стоила 259 рублей. Вааа, вааа. Цены на яйца за месяц не изменились. Также 99 рублей. Яйца хорошие, смотрите, ребята. Во, крупные, полезный продукт. Покупайте, употребляйте, оздоравливайтесь. Мега-мега полезный продукт, ребята. И не особо дорогой. Акции, акции, ребята, 65 рублей. А ну-ка глянем, что там за 65 рублей. Ну, они мелкие. Слушайте, друзья, ну, давайте честно, нормально, цена доступна. Доступна. Я Петербурга, это вау. Да, в двух словах, цены изменились, не изменились. Выросли. Выросли, да? Я по салату подорожал. Салат подорожал, да? Я случайно увидел, что такое за 31 рубль чудесница. Это маргарин. Выгодная покупка. Ты должна пить что-то. А, да маргарин, да? Вот. Ясно. Цена на мой сыр не изменилась. Ну, они еще и акцию добавили, ребята. Ну, в общем, даже дешевле, чем в эконом-ленте. Сейчас 300 рублей, хорошая цена, хорошая. В Термане тоже цена не изменилась. 600 рублей без акции, но по акции 439. Моя петелинка любимая. И Маркиз Ерес ее любит. Цена 429, без акции. Не поменялась, слава богу, на курицу. Так, цена на карбонар тоже не поменялась. 350 рублей. Давай, сменина, вода. Дальше, молочный белок. Ниже, ниже, ниже. Стабилизатор. Что это написано такое? Декстроза, видишь? Это сахар. Где? Ну, декстроза. Читай чуть ниже. Смотрите, это все состав. Бекон должны порезать и положить. Это все состав. И вот это все состав. И он тогда сгниет. Не сгниет. Он в вакуумной упаковке, он не сгниет. Это все усилители вкуса. Я не собираюсь кому что-то доказывать. Говорю, там сахар. Это вредно. Нельзя покупать этот бекон. Нельзя. Обратно все доказывать нет. Все. Полезный продукт, мега все. Буду брать. Ну, бери. Так, ладно, ребята. Цены на рыбу красную. Вот это продукт полезный, но дорогой. Ой, 300 грамм рыбы. 1550 рублей. Цена не изменилась. Здесь за 200 грамм 999. Также цена не поменялась. Я не верю своим глазам. Бутылка воды 389 рублей. И это купят. Это. В Петербурге это купят. Национальная валюта России. Самая дешевая водка. За месяц цена не изменилась. Также осталось 284 рубля. Вот это все, 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 все. Мы с вами проходим мимо. Есть, употребляете. У вас дома стоит, да. Просто открываете, откручиваете пробочку. И в канализацию выливаете. Чтоб ничего этого не пили. Запрещено. Куча сахара, ребята. Запрещено. Я в магазине Лента купил вот такую вишню. Я сейчас ем замороженные ягоды. Это полезно зимой. Надо как-то витаминчики где-то нам с вами брать. В общем, когда я ее разморозил, половину ягод оказались гнилыми. И ты ешь, в общем, гниль в каше. Поэтому, ребята, когда покупаете вот так россыпью, это кот в мешке. Так, малина окей. Малинку тоже я сейчас покупаю. Цена. Шуха! 350 рублей. Я в Ленте покупал за 250. Ярался дорого. Никит, какую ты смесь покупал? Вот эту окейскую и что? Одна фасоль. Вот, на картинке красиво, а на самом деле одни палочки. А, ребята, вот так. А цена какая? Да, дешевая. А, 80 смесь, 89 рублей, ребята. О, боги, ребята. В прошлом выпуске я вам показывал, цены на икру по 500 рублей были. Где? Где икра за 500 рублей? Самая дешевая я нашел за 649 рублей. Это океевская. А дальше все уже, что-то вообще. Икра подорожала на процентов 20 за месяц. Санакс. Цена за месяц не изменилась. 89,99. Порошок. 99. В общем, пару раз я сюда приходил, не было ценника. Ну, пока цена не изменилась. Так, здесь у нас на моющая цена не изменилась. Единственное, врубили акцию по 119 рублей. А я в Ленте взял по 130. Ребята, 11 рублей переплатил. Представляете? 21. Боже мой, что сюда на ливи за 21 рубль, ребята. Так, таблетки для посудомойки. 4,300. Цена не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Так, смотрите, отдел для богатых. Самая дешевая бумага. Не изменилась цена. А вот здесь плюс 2 рубля по сравнению с прошлым месяцем. Вот эту бумагу надо бросить в поход. Зачем? Я тебе потом расскажу. На камеру скажи, что за загадки тут такие. Покупаешь розжиг. Ну? Просто прокутываешь ее. Ага. Она впитывает грамм 100. Ага. Потом она будет гореть, и тебе не 40 минут. Ты можешь костер даже в дождь распарить. На ней прямо готовят. Ага. Ее ставят на этот, на этом подставочку, и прямо сверху ставят костюм. И 40 минут она горит. Все, хорошо. Попробуем. Зашел в магазин, только снять видео. Потому что я недавно купил юаня, и у меня прям впритык все расписано. До аванса я деньги не трачу. Ну, в смысле, не трачу, но, в общем, сейчас питаюсь тем, что есть дома. Вы знаете, что вот в этих банках где-то 5 ложек столовых сахара. Да! И стоят они 107 рублей, это по акции. Лучше купите. Ну, это дорого, конечно, потому что прикасовая зона. Лучше купите вот бутылку воды за 52 рубля. Так, ну что купил Никита? Вода, молоко, мясо, малина, грибы. Смотрите, бекон, зелень, бананы, ананас. Вот набрал. По карте 3400. Ну, вот ладно, это же по-божески. Двух словарь, что с ценами? Поменялись или поменялись? Поменялись. Поменялись? Да. В лучшую сторону. Я сутки на парня. А, подожди, подожди, где? Лучше для продавцов. Что будет, если вы будете из сахара? Лучше для продавцов, да? Что будет, если вы будете из сахара. Увидели? Что? Что не сахар вообще? Почему я, когда включаю камеру, ты перестаешь ругаться сама там? А так ты это ругаешься. Да не ругаешься. Сказано, что мне очень тяжело было. Угу. А мне вот так картошку нести без ручки. Легко? Ой. Я думаю, багаж на Морзамбурге. Ты же на машине. Боже, холодно. В салон буш класть ее. Никит, ну я не могу. Рука отваливается. Ах, ребята, я не могу. Ты подними, ее просто неудобно. Она не тяжелая. Ее просто неудобно нести. Ужас. Да. Вот так. Дарья старушку в переходе подняла бы. Никит, двух словах скажи, пожалуйста. Как для тебя лично? Цены изменили за месяц? Или нет? Изменили. Показывали на салат. Он целый 180, а там 200 с хвостиком. А остальное как? Ну, по чуть-чуть, да? Ну, я беру все, что по акс. В принципе, так а что бы так? А сейчас, друзья, мой вердикт, как блогера, который ежемесячно делает такого вида видео, да, цены изменили. Есть молочная продукция, немножко подорожала, кое-где крупы подорожали. В общем, не критично, незначительно, не сильный рывок. Но я очередной раз фиксирую подорожание цен. Напоминаю, в следующем месяце, в марте, у нас выборы! Все будет хорошо, ребята. После выборов, я уверен, просто я вас подготавливаю морально. Увидимся, кто мои выпуски смотрит по продуктам через месяц. О моих любимых, вредных, хороших, шмакозюлих, зрителей. Я жду через пару дней, я сниму новое видео. Выйдет, ну, что на канале, и все равно сниму. Хорошо? Обнимаю, целую. Пока-пока, гида. Спасибо тоже, что осмотрит, помогает мне снимать видео. Все. Это пока-пока, снова увидимся. Пока-пока.